Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Еще в прошлом году учебном я заметил, что моя дочь, 10-летняя, слишком часто болеет ОРВИ. Это все специально, чтобы вернуться в школу, я уверен, и вот сейчас, за два дня до школы, она заболела. Меня такая злоба взяла, что я на нее уморала и обвинила психосоматику. Сказала, что она специально заболела, чтобы в школу не ходить, и что я вне себя отбеченствовала. Еще я сказала, что ее болезнь не даст ей никаких поблажек, что будет делать уроки при любом самочувствии. Как вы думаете, такие угрозы помогут отключить психосоматику или нужен другой подход? Такой у нас вопрос. Давайте попробуем его разобрать. Нет, конечно, такой подход не поможет. Более того, вы знаете о том, что существует психосоматика, но почему-то обвиняете в этом свою дочь. Если вы знаете, что есть психосоматика, то, наверное, не знаете, как это работает. Если вы знаете, как это работает, то довольно странно, что вы ее в этом обвиняете. Это первое. Второе. Второй момент заключается в том, что вы злитесь от того, что дочь не хочет идти в школу. Но, извините, если дочь не хочет идти в школу, значит, ей там не нравится. Неужели вам, как маме, не интересно, почему ей там не нравится? Вы не хотите ее расспросить, вы не хотите поинтересоваться, что ее не устраивает в школе. Это, конечно, очень интересный момент, как мне кажется. Ну и то, что вы злитесь, свидетельствует о некотором таком вашем, конечно же, напряжении, которое, безусловно, нужно разбирать. То есть, ну, нужно исследовать и, в общем-то, хотя бы сделать так, чтобы это напряжение не выплескивалось на дочь. Потому что дочь ни при чем, вот, дочь ни при чем, ваша злость не связана, не связана с дочерью. Ваше злость связана, скорее всего, с чем-то другим. Но с чем, конечно, нужно еще разбираться. Возможно, это связано с тем, что вы не удовлетворены чем-то. Возможно, связано с тем, что вас по жизни что-то беспокоит и так далее. В любом случае, дочь здесь ни при чем. Вот. Дальше. Что еще хочется сказать? Еще хочется сказать, что, ну, то, как вы реагируете на нежелание вашей дочери ходить в школу, конечно, вызывает определенный вопрос. Вот. Вопросы, например, касающиеся того, а не слишком ли большое вы этому придаете значение, например. Вопросы относительно того, а как бы, ну, как вы, как вы в целом относитесь к тому, что дочь, например, ходит как-то в школу, да, допустим, там, себя, например, пересиливая и так далее. То есть устраивает ли вас этот момент и так далее. То есть тут довольно много, как мне кажется, всего нужно поисследовать, чтобы понять, как обстоят дела. Так же необходимо увидеть, как конкретно вас задевают то, что она не ходит в школу. Вот. Ну, то есть конкретно вас это как задевают. Конкретно вас это как напрягают. Вот. И, конечно, речь сейчас идет не о том, что дочь не должна ходить в школу. Речь идет немножко о другом. Речь идет о том, чтобы вашей дочери было, наверное, как-то комфортно, чтобы ей было, чтобы ей было хорошо, чтобы ей нравилось, чтобы она была спокойна. Если у нее действительно психосоматика, то ей желательно обратиться к врачу, к психиатру, либо к клиническому психологу для того, чтобы ей помогли снять, скажем так, острые симптомы. Это раз. И два. Ей нужна помощь психолога для того, чтобы разобраться в ее проблемах, которые у нее есть и которые, собственно, послужили основанием для того, что у нее эта самая психосоматика-то и появилась. Вот. Я бы сказал, что и вам необходимо искать более адекватные и более, скажем так, экологичные способы выражать свою злость. Вот. Как минимум, чтобы от этого не страдал ребенок. Да? Вот. Ну, это логично, как мне кажется, потому что ребенок, наверное, все-таки не должен страдать, если мы его любим. Да? Вот. То есть это вот такая история. Надеюсь, что вы меня услышали. В целом, в целом, как мне показалось, вы довольно-таки в сильном напряжении, как мне показалось. Вот. И это сильное ваше напряжение, опять же, не, скажем так, не связано с дочерью. Вот. То есть дочка здесь ваша ни при чем. Вот. То есть у вас с вами что-то происходит, да? У вас что-то происходит в жизни и, соответственно, вы реагируете вот на, грубо говоря, свою дочь, вот на ее какое-то поведение. Поведение, поведение, да, вы реагируете вот так. То есть в этом, в этом самом по себе поведении-то ничего плохого нет. Вот. Но дочери это вредит и вредит, вредит существенно. Вот. Какая-то такая история. Какой-то такой ответ я мог бы вам дать. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы для себя сделаете выводы. Вот. И надеюсь, что все-таки начнете собственную психотерапию, вот, для того, чтобы помочь в этом смысле и себе, и дочке. Вот. На этом все. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Чтобы позволить вам начать над собой работу. При условии, если вы хотите эту работу начинать. Удачи вам. Всего самого доброго.